Длину, достойно исполнять свой свой долг, мужественность и поддерживать. Здравствуйте, в эфире «Арсенал», с вами Сергей Соболь. На время окунуться в атмосферу настоящего боя и увидеть не в кино, а своими глазами рукопашную схватку смогли посетители историко-культурного комплекса в окрестностях Минска. Недавно здесь прошла реконструкция одного из эпизодов Великой Отечественной войны. В 30 километрах от Минска в историко-культурном комплексе оживает военная история. Иногда – разрывами мин и снарядов, оружейными выстрелами и пулеметными очередями. Бой за белорусскую деревеньку зимой 1944 года очень похож на настоящий. Уберите краски, и герои как будто сошли с кадров кинохроники. Сегодня участники военно-исторических клубов реконструируют один из эпизодов Калинковичско-Мозырьской операции. В январе 1944-го бойцы Красной Армии освободили несколько белорусских городов и создали предпосылки для летнего успешного наступления на Бобруйск и Минск. Достоверность деталей – главное правило реконструкции. Оружие, униформа – все должно быть максимально аутентично. А что такое реконструкция? Это машина времени. Ты переносишь в то прошлое, когда мой дед, ваш дед, прадед воевал, защищал свою родину, свой дом, свою семью. И это святообязанность любому мужчину. Самый молодой участник действия Алексей Шевцов свой 13-й день рождения вместе с отцом отмечает на передовой с карабином Мосина в руках. Оружие тоже, конечно, привлекает, ясное дело. Как любого пацана оружие тянет, тянет. На реконструкции тоже интересно. Посмотреть, побывать в той ситуации, в которой когда-то были наши деды, отцы, прочувствовать, кого это было. Сегодня множество молодых людей часами ведут сражения в виртуальном пространстве. Но самая совершенная компьютерная игра не дает такой буре эмоций и чувства сопричастности к происходящему. А когда тут немец передо мной, стараюсь бороться с ним, как и боролись. Могу имитировать, как будто бью его прикладом. Но ясно дело, если он меня сильнее, то ясно буду выдавать, что он меня валит, бьет. А если так сдали, то еще патронов таких вот, как взрослым не выдают. Просто имитирую, стреляю, перезаряжаюсь. Рядом с мужчинами сражаются и девушки. Медики, стрелки, связистки. Когда ты бежишь, ты тогда осознаешь, когда вот война, эти выстрелы оглушают, когда ты осознаешь, как все-таки ценен наш мир. Это небо голубое, солнце, то, что наши дедушки, бабушки победили эту войну. Интересна эта сопричастность. То есть, когда попадаешь на реконструкцию, на время окунаешься в прошлое. И очень трудно бывает выйти, приезжаешь домой еще на войне. Историко-культурный комплекс – необычный музей. Он позволяет сделать сопричастным к событиям не только реконструкторов, но и большое число зрителей. Здорово приехать на линию Сталина, посмотреть на реставрацию боев. Здорово, на самом деле, дух вот тех годов, тех событий здесь есть. И ребята вообще молодцы. Такие мероприятия, они не дают забыть. Становится от этих звуков страшно, да, и непонятно, как люди смогли выдерживать это все на протяжении четырех этих долгих лет. Ну, огромная благодарность за такие мероприятия. Стихают выстрелы, зрители постепенно расходятся, унося с собой частицу истории своей страны. Теперь она не только документальный факт, а самый настоящий эпизод из их жизни. Продолжение следует...